В этом ролике, господа, вы познакомитесь с особым директором колледжа, которого уже успели прозвать студенты Вертухаем, человек, который пытается на своей подведомственной территории создать такую мини-зону для студентов. Ну, сначала общая информация. Директор Ухтинского промышленно-экономического лесного колледжа, индустриального института УГТУ Василий Завьялов перевел свое общежитие на казарменный режим. Учащимся запретили пользоваться электроприборами, есть в комнатах в этом общежитии, где живут и девочки, и мальчики, хотят демонтировать двери. Все компьютеры, холодильники, телевизоры позабирали. Фены и плойки тоже. Я извиняюсь, это не смешно, но это ужасно смешно читать в 21 веке. Двери снесли на пятом этаже. После возмущения студентов решили оставить двери только для девочек. Была проверка, когда у детей отобрали все вплоть до дезодорантов, типа воспламеняющиеся средства. Все это проводится ради якобы, чтобы студенты не перегружали старые провода. Студенты отвечают, что действительно постоянно пробивало пробки, но не делают ремонт, а вот решили детей поставить в такие казарменные условия. Некоторые студенты отметили, что хотели обратиться в профсоюз, но им пообещали, что в лучшем случае разрешат девочкам иметь дверь. А вот у мальчиков проходы должны быть открытыми. По словам директора колледжа, в их комнатах должны остаться только кровать и тумбочка, которая будет периодически проверяться. Готовить еду и заниматься учебой студенты должны будут в специальных отдельных комнатах. И это не военный колледж, господа, это обычный индустриальный колледж. Обратившись на радиостанцию «Говорит Москва», студенты рассказали следующее. «У нас всегда какие-то странные законы были. Как-то придумали не пускать в общежитие, пока идут пары. Неважно, что у тебя их нет или была только одна пара. Меня однажды отпустили пораньше, так как мне нужно было в медицинское учреждение. Но гардеробщица начала меня оскорблять, материть и не хотела отдавать верхнюю одежду. Якобы у них приказ, что пока идут пары, одежду не отдавать. По утрам ходили-будили, орали на этаже у девочек рота подъем. И неважно, к первой или второй паре нужно идти в колледж. Стучались, чуть ли не вламывали дверь, пока не откроешь. А еще была акция «Чистый туалет», где мы все должны были убирать туалеты, хотя это должна делать упорщица. Конечно, мы не согласны. Наш директор вроде бы работал где-то на зоне, привык общаться как с заключенными. Но мы же студенты, он этого никак не может понять. Почему его допустили до этой должности? Дурдом какой-то. Теперь нам нельзя пользоваться ни компьютером, ни принтером. Писать курсовые и дипломы от руки – это просто смешно в 21 веке. Ну а теперь послушайте, как общается со своими подопечными Василий Завьялов. Стань как следует. И ты встань. Каждый из вас заключал вот такой договор. Кто не заключал, смотрите. Читаю. Пункт 2.13. Не использовать в жилых помещениях электроплиты, электрокипятильники, электронагреватели и другие электроботовые приборы. Сегодня я подписал распоряжение. Первое. В целях укрепления дисциплины среди обучающихся, проживающих в студентских общежитиях, недопущение нарушения правил пожарной безопасности, обязую. До 5 мая убрать из жилых комнат. Первое. Все электроботовые приборы. Телевизоры, холодильники, электрические чайники, электрокипятильники, электронагреватели и другая электроботовая техника. Никаких компьютеров. Жить не будет у вас. Потому что вы используете только для того, чтобы играть, а не учить. А как и клонки так. Молча, скрипя ушами. Второй пункт. Оборудовать на каждом этаже студентского общежития. Комнаты для приема пищи. Раз. Для самоподготовки. Два. Для просмотра телепередач. Теперь у вас будет так. В комнатах вы кушать не будете. Сготовили. Есть комната для приема пищи. Посмотрите. В свои комнаты зайдите. Вот здесь договор написано. Содержать в чистоте. Вы гадюшник превратили. Натуральный гадюшник превратили. Вам дали не комнату, а кое-какое место. У тебя что? Я тебя перекатываю что ли? Выдрите с кармана. Я с вами церемониться не буду. Вы можете смело, кто-кто недоволен, подойти, забрать свои документы. Поезжайте туда, куда ваше желание есть. Либо снимайте квартиры. Это ваши проблемы. Сегодня мы сняли все двери на пятом этаже тринадцатого общежития. Мы переходим к казарменному типу. Это не сразу будет. Но будет все переведено в казарменный тип. Что это значит? Вы не будете сто человек жить на этаже? Все. Но в каждой комнате будет два-три человека. Тумбочка и табуретка. Больше не будет ничего. А стол будет? Стол будет только там, где кушают. И рот вы должны открывать. Только тогда, когда кушаете. Тогда, когда кушаете. Есть комната для самоподготовки. Будете делать уроки там. Если кого-то что-то не устраивает. Вопросов нет. Одну, двух, трехкомнатную квартиру снимайте. Завтра приходит пожарная охрана. Они мне делают заключение пожарного риска по тринадцатому общежитию. Если это проходит, то все. Во всех комнатах двери будут сняты. У нас есть два входа на этаж. Это будет казарменный тип, но по блокам. По комнатам. Я думаю, вам понравится. Ухтинский государственный технический университет. Это не дойная корова для вас. Сюда никого мы с яблоками перевернуть и собирали. И не приглашали. Но вы не платите за электроэнергию. Меньше вопросов задавайте. Дома у вас есть счетчик. Все, что вы используете, вы платите государству. Здесь вы сидите на теле у государства. Еще ногами начинаете дрыгать нам. Еще раз повторяю. Если вы смелые, ты бурчи. Бери домой поезжай. Давайте поставим комнату. Еще раз повторяю. Давай подавился одним местом в одном месте. Понял? Дома ставь счетчики. Здесь студенческое общежитие. Вы получаете койко-место. Я вас заставлю неукоснительно выполнять требования, взятые на себя. Все. Поэтому еще раз говорю. Тот, кто на себя возьмет обязанность неукоснительно выполнять все. Наша задача подготовить из вас неразгильдяев, которые не знают, как подтянуться и пробежать не могут. Ты можешь только по пятницам выпрашивать домой и уезжать. Ты у меня будешь бегать и заниматься зарядкой с утра. Физические боли, значит ты пойдешь учиться в другое место. Здесь там физически больные, не нужные. Можно вопрос? Еще раз повторяю. Когда я закончу выступать и скажу, задавайте вопросы, тогда будете задавать. Смеется тот, кто смеется последний. Я не думаю, что вы будете последними. Будучи зам по режиму, у меня полторы тысячи стояло в строю сружденно. И ни один рот не открывал. Им было сказано, рот открывать только тогда, когда кушает. Все. Теперь задавайте вопросы. А что делать тем, кто... Ничего делать. А кто вы? Если вы Медведев, то бы я вас знал в лицо. Или Путин. Кто вы? Вы сначала представляете, а потом начинаете вопрос задавать. Алексей Иванович. Извините. Алексей Иванович. Как фамилия, группа? Понимаешь, вот хочу дальше сказать. Статья, срок. Конец и начало срока. Но этого не говорю. Поэтому группа, фамилия. А это как к этому относится? Я тогда прямую. Может быть вы. Я думаю, чтобы задать вопрос, не обязательно выкладывайте. Все. Поэтому, когда вы хотите задать вопрос, вы говорите, я должен знать, с кем я. Со студентом общаюсь? Либо с вольнонаемным. АМ-15, посол Ф. Алексей Иванович. Да, Алексей Иванович. Можно узнать? Вот. Что делать тем людям, которым я поступаю, учиться именно в лесной, по тем павелам, которые там написаны? То есть, я поступаю в лесной в определенную группу, допустим, на лесозаготовку, я не обязан заниматься вот этим. Алексей Иванович. Я не в кадетской училище. Алексей Иванович. Но у меня в договоре написано, что я на это. Я могу еще раз повторить. Вот еще раз повторить. Все это будет постепенно. И только, и только по желанию. И только по желанию. Но я хочу, чтобы вы мне принесли тот документ, про который вы говорите, где написано, что вы наглеете, что вы не убираете комнату в лесном колледже, о том, что вы не ложитесь отбоя. Отбой 23.00 для тех, кому есть 18. Больше ни один из них ни в вас не выйдет. В 23.00 электричество будет отключаться. Будет включено только дежурное освещение и пожарные выходы. Потому что центр тяжести, кадетский батальон, будет расположен на территории индустриального техникума. Там будет МВД, мы будем готовить участковых сельской местности. УВСИР, мы будем готовить сотрудников для работы в местах лишения свободы. Кадетский компонент, это будет казачья подготовка для службы в армии и МЧС. Сейчас рассматривается вопрос, пришел приказ Верховного Главнокомандующего. Наша республика поставляет призывников в Северный флот. Пятый компонент мы будем готовить для службы в рядах Северного флота. Это пятый компонент. Это не сразу. И только, я еще раз говорю, по вашему желанию. Но вот здесь вашего желания нет. Вы все сами подписали. Каждый из вас, если вы забыли, поднимите. Мы вам должны кое-какое место представить. Остальное все зависит от вас. Еще вопрос. Но там не написано, что мы обязаны вставать в 7 и жить по такому уставу. Еще раз повторяю. Как раз тут и написано. В каждом из общежитий. Устав почитайте УГТУ. В каждом общежитии устанавливается правило проживания. Где написано в 7.00 подъем, в 7.15 туалет, в 7.30 вы будете заниматься гимнастикой. В 8 часов вы покушали, в 8.30 на занятия. Покажите, где написано до 10 спать и не ходить на занятия. То есть, заметили, да? Сначала все по вашему желанию. И тут же вашего желания никто не спрашивает. Вот тут подпишешь и будешь делать так, как я тебе скажу. Плюс весь этот зоновский сленг и оскорбление людей, которые в зоне близко не находятся, а всего лишь являются учащимися. И после этого мне смешно, когда мне пишут и говорят, а если я поступлю в Германию, мне там что, параллельно работать придется? Друзья мои, лучше, вот по моему характеру, лучше простоять две смены в Макдональдсе, прожарить там котлетки для того, чтобы жить в нормальных человеческих условиях, где к тебе будут обращаться на «вы», платить еще тебе за это деньги и кормить тебя, чем жить в стране, где, первое, к тебе относятся как к зэку, даже если ты ничего не совершил. Второе. Твой институт вдруг неожиданно захотят превратить в колледж. Господа, этих студентов не спросили. Они поступали в технический институт, например, по лесозаготовке, а из них решили сделать мясо для будущей армии, их при этом не спросив. Третье. Их лишают их персональных вещей, в том числе компьютера, необходимого сейчас для учебы, то есть делают из них настоящих дебилов. Плюс четвертое. С ними занимаются самой настоящей расправой, в прямом смысле, в физической форме. Тот распорядок дня, который хочет устроить этот вертухай, грозит состоянию здоровья студентов, в том числе психическому состоянию. Как могут человека подобного типа допустить к детям, а это все-таки дети, там 17-летние, 18-летние, 19-летние и девочки, и мальчики, непонятно. Но судя по всему, вышестоящие органы это абсолютно не волнует. Сказали навести порядок и вот поставили вертухая. Ну а дальше он уже с ними разберется. Поэтому вцепитесь-ка вы лучше в учебник иностранного языка и валите из этой страны, прежде чем всю страну превратят в большую зону. К этому, господа, все и идет.